Дмитрий Охишев Получите свой стартный пакет и направитесь в раздевалку. Будьте внимательны. Мужская раздевалка и движение мужчин по левой лестнице. Женщины в женскую раздевалку прибегаются по правой лестнице. Бассейн вы можете попасть только через раздевалку. Плавание 10 минут. В одной волне 6 человек, по 2 человека на дорожку. После окончания времени вы можете выйти с ближнего портика вашей дорожки и устремляйтесь на велоэтап через раздевалку. А велоэтап пройдет в зале групповых программ на первом этаже. Пойдемте. Велоэтап 30 минут. После окончания времени вы поднимаетесь на вверх. А беговой этап находится на третьем этаже. Беговой этап 20 минут. Окончание времени ваш финиш. Здесь же вы получите свою заветную медаль. А теперь обо всем поподробнее. Индор-триатлон представляет собой последовательное преодоление плавания в бассейне 10 минут, велосипедной гонки на велотренажере 30 минут и бега на беговой дорожке 20 минут. После плавания и велогонки транзитные зоны по 5 минут. Форматы участия. Индивидуальный среди мужчин и женщин. Эстафетный среди мужских, женских и смешанных команд. Как добраться до места проведения соревнований? Фитнес-клуб XFIT Правда находится по адресу город Москва, улица Правды, дом 21, строение 2. До него вы можете добраться общественным транспортом, а также наличным. Вблизи клуба большое количество парковок, как бесплатных, так и платных. С собой приводите болельщиков. Они могут болеть за вас на протяжении всего соревнования. А также, находясь в клубе, будьте внимательны. В клубе большое количество лестниц. Передвигаясь по ним, будьте аккуратны. А на данном слайде вы можете ознакомиться с расписанием. В 8 часов 10 минут на старт выйдут эстафетные команды. Их стартовые номера будут присвоены в порядке получения стартовых пакетов. А в 8.45 уже будут стартовать индивидуальные участники. Всем индивидуальным участникам будут заранее высланы их стартовые волны. Получение стартового пакета. В 7 часов 30 минут начнется выдача стартовых пакетов эстафетным командам. И продлится до 8 часов. 8 часов ровно продолжится выдача индивидуальным участникам. Чтобы получить стартовый пакет, вам необходимо предоставить следующие документы. Это удостоверение личности, паспорт, медицинская справка и вейвер, который вы подпишите на месте. Вам будут выданы полотенце и ключи от шкафчика. Ключ необходимо сдать на регистрацию после своего финиша. Внимание! Незданный ключ влечет за собой денежный штраф. Плавательный этап 10 минут. Длина бассейна 25 метров. Середина бассейна отмечена флагом. Если после окончания заплыва вы заплыли за флаг, то бассейн засчитывается судьей. Если не доплыли, то бассейн не засчитывается. На старте у дорожек вас будут ждать судьи. Они распределят вас по дорожкам. Один судья на протяжении всего соревнования курирует двух участников. Основные правила плавательного этапа. Старт и финиш только по сигналу судьи. Старт из воды. Можно использовать любой стиль плавания, в том числе плыть под водой. Разрешается отталкиваться от дна только в начале и в конце каждой дорожки. Стоять на дне или отдыхать, держась за разделительные дорожки или бортики бассейна. Обязательно касание бортика любой частью тела. И движение только по выделенной каждому участнику в стороне дорожки. Участник, испытывающий трудности и нуждающийся в помощи, должен поднять руку над головой и помахать ей, а также крикнуть или попросить о помощи. Участник, которому оказали помощь, вне зависимости от того, был запрос добровольным или вынужденным, должен застись с дистанции и отказаться от продолжения борьбы. Запрещено использовать инвентарь и экипировку, увеличивающие скорость передвижения и сохраняющие плавучесть. А также запрещено выходить из воды до сигнала судьи. Велогонка 30 минут. Судьи распределят участников по велотренажерам. На велоэтапе установлены велотренажеры Wattbike Pro. Обязательно настойте тренажер под себя. На них установлены педали типа Tuklips, SPD, Lug и Shimano. Свои педали запрещено устанавливать. К моменту старта вы не должны крутить педали и ваш велокомпьютер должен показывать нулевые значения. Обязательно настройте свой велотренажер. Фиксатором 1 передвиньте седло вперед либо назад. А фиксатором 2 можно поднять либо опустить. На данном слайде изображено, как настроить положение руля. Фиксатором 1 передвиньте руль вперед либо назад. А фиксатором 2 можно поднять либо опустить. А на данном слайде слева вы видите, как выглядят педали. На правой фотографии изображен регулятор нагрузки. А на данном слайде вы видите, как выглядит велокомпьютер. На нем отображаются основные показатели вашего заезда. Это расстояние, скорость, уровень нагрузки и мощность, с которой вы крутите. Основные правила велогонки. Старт и финиш только по сигналу судьи. Вес спортсмена не учитывается. Так как, если у двух участников будет одинаковый каденс, это частота вращения педалей, то расстояние будет отличаться в зависимости от выбранной сложности нагрузки. Регулировать нагрузку вы можете самостоятельно. Разрешено использовать велотуфли. Но прикрепить заранее к педалям невозможно. Велотуфли после этапа можно взять с собой и положить рядом с беговой дорожкой. Во время этапа пользуйтесь полотенцем. Если вдруг официальный представитель организатора, оказывающий помощь участнику, считает, что участник должен получить медицинскую помощь или отказаться от преодоления дистанции, участнику запрещено возвращаться на дистанцию. Запрещено также крутить с обнаженным торсом. И запрещено использовать телефоны, наушники и музыкальные колонки. Далее поговорим про беговой этап. Он длится 20 минут. Судьи распределят вас по дорожкам. Воспользуйтесь компьютером для старта, но только по сигналу судьи. Внимание! К моменту старта ваш компьютер должен показывать нулевые значения. А на данном слайде вы видите, как пользоваться беговой дорожкой. На консоли есть регулятор скорости. Вверх увеличивайте скорость, вниз уменьшайте. На компьютере будут отображаться все основные показатели вашего забега. Скорость и расстояние. Основные правила бегового этапа. Старт и финиш по сигналу судьи. Можно самостоятельно регулировать скорость беговой дорожки. Обязательно во время этапа пользуйтесь полотенцем. Если вдруг официальный представитель организатора, оказывающий вам помощь, считает, что вы должны получить медицинскую помощь или совсем отказаться от преодоления дистанции, вам запрещено возвращаться на дистанцию. Также запрещено бежать с обнаженным торсом. И запрещено использовать телефоны, наушники и музыкальные колонки. Далее поговорим про транзитную зону. Длительность каждой 5 минут. Это означает, что старт следующего сегмента начинается ровно через 5 минут после финиша предыдущего. Транзитную зону можно использовать для отдыха, переодевания или настройки велотренажера и беговой дорожки. Формат индор максимально приближен к классическому триатлону, а также перемещение по клубу достаточно велико. Поэтому вы можете пройти всю дистанцию в три сьюте и в транзитных зонах не переодеваться. Обувь можно взять с собой в бассейн, кроссовки и велотуфли. Используйте полотенца, выданное вам в клубе, чтобы вытереться после плавания, а также вытираться во время велогонки и забега. Информация для эстафетных команд. Эстафетная команда может состоять из трех или из двух человек. Участники эстафетных команд проходят все этапы последовательно, в строгом порядке. Сначала плавание, потом велоэтап, затем бег. Во время перерыва транзитных зон 1 и 2 необходимо передавать эстафету следующему участнику способом хлопка по руке. Велогонщик ожидает передачи с плавания на бортике в бассейне, а бегун ожидает передачи в коридоре возле зала групповых программ. Самая важная часть нашего мероприятия – это награждение. В 10.30 состоится награждение эстафетных команд четвертого этапа и по итогам Iron Star and X-Fit Indoor Cup Moscow среди эстафет. А в 15.40 начнется награждение индивидуальных участников четвертого этапа и по итогам кубка среди индивидуалов. Будет проходить в холле фитнес-клуба. Награждаться будут эстафетные команды за первые, вторые, третьи места среди мужских, женских и смешанных команд и в абсолютном зачете за первое, второе, третье место среди мужчин и женщин. Но чтобы ваше участие стало еще более ярким, обязательно берите с собой своих близких, друзей и членов семьи, чтобы они поддержали вас, обмахивали полотенцем на вело- и беговых этапах и крепко обняли после финиша. Вход для болельщиков бесплатный и открыт для всех желающих. Iron Star and X-Fit Indoor Cup Moscow Позади три этапа. Впереди заключительный четвертый этап. И мы узнаем, кто же завоюет самый желанный кубок. Удачи на старте! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...